Когда пациент обратится к вам по поводу обсуждения наиболее оптимального лечения тугоухости, мы рекомендуем вам обсудить с ним все возможные решения и выбрать самое подходящее. С помощью результатов тональной аудиометрии и исследований, проводимых ранее, вы сможете четко описать пациенту в его случае тугоухости, чем повысить его заинтересованность и участие в беседе. Когда вы определите, что в данном случае тугоухости очки для костного звукопроведения являются идеальным решением, можно переходить к презентации очков и их разнообразных моделей. Для этого предоставьте пациенту возможность рассмотреть и примерить очки, чтобы он смог оценить эстетические свойства и универсальность очков. Постарайтесь подробно перечислить характеристики каждой модели и объяснить принцип функционирования устройства AmicaDigit, отвечая по ходу на все возникающие у пациента вопросы. Не забудьте отметить, что AmicaDigit оснащен головкой SoftTouch, обеспечивающей мягкое прилегание без каких-либо неровностей и гарантирующей максимальный комфорт. Прочность и эластичность оправы, а также технические и геометрические особенности очков были разработаны специально для того, чтобы гарантировать оптимальное функционирование и высокую степень надежности во времени. Затем продемонстрируйте органы управления на аппарате, в частности колесико для регулировки громкости и переключатель, которым можно воспользоваться, например, во время телефонного разговора или для приглушения интенсивности окружающего шума с целью повышения качества слышимости. Когда пациент примеряет очки, вашей задачей является не только убедить его в преимуществах той или иной модели очков с эстетической точки зрения, но и объяснить, насколько важно, чтобы очки соответствовали строению головы пациента. Полный контакт головки SoftTouch с сосцевидной костью, через которую звуки поступают в ухо, очень важен для гарантии хорошей слышимости звука. После вступительной презентации и ответов на вопросы пациента можно начинать примерку очков. Осмотрите пациента методом обычной атоскопии с целью определения состояния правого и левого наружного и среднего уха. Это пригодится вам для последующей примерки очков. После этого покажите пациенту всю гамму оправ Касселджи и предложите ему подобрать оправу, соответствующую его стилю. Новая коллекция Касселджи предлагает широкий выбор модных мужских, женских и детских оправ. Отличное сочетание эстетики и функциональности. Примерив различные модели оправ перед зеркалом, пациент сможет выбрать то, что ему больше всего подходит. Для того, чтобы акустические очки могли обеспечивать отличное воспроизведение звука, очень важно, чтобы модель идеально соответствовала анатомической структуре головы пациента. Поэтому после того, как пациент определится с моделью очков, с помощью специального планшета для определения размера подберите правильную длину дужек и ширину оправы. С помощью размерной таблицы, прилагаемой к планшету для определения размера, вы сможете точно установить размер оправы в зависимости от модели. После того, как вы определились с размером, настало время переходить к полной сборке очков или при необходимости заказу отдельных компонентов. Душка AmigaDigit оснащена головкой SoftTouch, которая снижает давление на сосцевидную кость и работает от батарейки, устанавливаемой в соответствующее гнездо. При неполном закрытии гнезда аппарат выключен. При полном его закрытии аппарат находится во включенном состоянии. Для удаления элемента питания выполните те же действия в обратном порядке. Аппарат располагает рядом органов управления, функционирование которых мы вкратце рассмотрим далее. Регулятор громкости, устанавливаемый в зависимости от требований пациента. 1 – минимальная громкость, 4 – максимальная. Переключатель на три положения. Положение M – стандартный режим работы, MH – понижение усиления низких частот и улучшение восприятия речи в условиях действия окружающих шумов, T – для телефонных разговоров. И, наконец, три триммера для специальной регулировки аппарата. Триммер FC снижает эффект обратной связи. Триммер LC служит для изменения усиления низких частот. Триммер AGC изменяет максимальный уровень звука. А сейчас перейдем к сборке аппарата. Для установки на оправу устройства Amica Digit необходимы металлические накладки, которые имеют разную длину, 7 размеров от L1 до L7 и различную отделку – нержавеющая сталь, золото, сусальное золото, прозрачные и прочее. С помощью отвертки вы сможете собрать очки, выполнив несколько простых действий. Прикрепите металлические накладки с помощью соответствующих винтов к специальным петлям на оправе с правой и левой стороны. Затем с помощью двух винтиков прикрутите устройство Amica Digit к металлическим накладкам с обеих сторон. Сейчас очки полностью собраны. Попросите пациента надеть очки и убедитесь, что концевая часть дужки аппарата плотно прижимается к сосцевидной кости. Слегка надавите на вибратор, чтобы он плотнее прижался к сосцевидной кости и спросите у пациента, улучшилось качество слышимости или же оно осталось неизменным. В том случае, если в результате нажатия качество звука улучшилось, попробуйте отрегулировать очки путем подгибания концевой части дужки. Подгибание происходит быстро и легко, однако для того, чтобы сделать все правильно, не повредив при этом аппарат, вам понадобятся некоторые специальные инструменты. Устройство для подгибания дужек и нагревательный прибор. Перед началом операции по подгибанию дужек рекомендуем установить в соответствующее гнездо элемент питания во избежание повреждения аппарата. Затем установите дужку в устройство для подгибания дужек, удерживая оправу по направлению стрелки. Включите нагревательный прибор и поднесите дужку к источнику тепла, поворачивая при этом сгибатель вправо и влево до тех пор, пока пластик не размягчится до такой степени, чтобы его можно было легко согнуть. Осторожно подогните концевую часть дужки, стараясь не применять силу. Повторите те же действия с другой дужкой. Затем попросите пациента еще раз надеть очки, чтобы проверить результат. Советуем вам убедиться, что вибраторы плотно прилегают к сосцевидной кости и проверить работу аппарата еще раз. При каждом надавливании на концевую часть дужки спрашивайте у пациента, что он ощущает и насколько ему комфортно. По завершении примерки вы можете вручить пациенту слуховые очки в коробке, не забыв вложить в нее футляр и инструкцию по использованию. Вкратце расскажите пациенту о правилах обслуживания аппарата, типе используемых элементов питания и гарантийном сроке. Убедитесь в том, что ваш пациент абсолютно удовлетворен своим слуховым решением Коселджи и назначьте ему следующую встречу для проверки через 2 недели.